Сегодня Православная Церковь празднует Покров Пресвятой Богородицы. Хотя традиция праздника родилась в Византии, но утвердилась и закрепилась именно на Руси. На свой престольный праздник всех жителей республики сегодня пригласила и Владикавказская Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Божественную литургию в храме по уже сложившейся доброй традиции ослужил архиепископ Ставропольский Владикавказский Феофан. Репортаж журналистов агентства Иринфор. Тысячи людей из разных районов Северной Осетии собрались здесь, в этом храме, на праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Он особо почитаем в народе, который вверяет себя в своей небесной заступнице. В наше неспокойное время покров Матери Божией, Царицы Небесной, где мы все можем укрыться надежно от всех бед, от всех недугов, от времени непростого. Люди пришли в храм целыми семьями, а некоторые впервые приняли Таинство Пречастия. Когда-то здесь был Покровский женский монастырь, но в 20-е годы он был разорен. Сохранился лишь небольшой дом, здесь и проходили службы. Но храм совершенно преобразился лишь в последние годы, благодаря трудам его настоятелям. Посмотрите на этот храм, он благодаря настоятелю и прихожанам становится все краше и краше с каждым годом. Настоятель храм Покровского Владимира Михайловна делает каждый раз столы. Сегодняшний стол был изумительный, всего было много, очень много было народу. С праздником всех вас! Во дворе, где находится церковь Покрова Пресвятой Богородицы, накрыли столы. Это уже традиция устраивать по большим праздникам благотворительные обеды. Прихожане с любовью готовятся к ним. Сегодня здесь собралось более тысячи гостей. На столах изобилие. Люди принесли пироги, торты, фрукты. Вот уже пятый год подряд, 14 октября, с раннего утра в храме проводим свой весь день, помогаем, готовим, чтобы отпраздновать вместе с прихожанами праздник. Для многих прихожан стало приятной новостью, что открывается духовное училище. Об этом специально на конференции сообщил архиепископ Владикавказский Ставропольский Феофан. Основная задача у нас – это подготовка для местных кадров, чтобы знали и язык, и традиции, и историю народа. Пастыри, которые будут трудиться в Осетии, они должны знать свой народ. В нашем городе открывается духовное училище. Это очень важно для нашей республики, для нашего города, что молодежь, лучшая часть нашей молодежи будет получать духовное образование. Сегодня многие обращаются к Вере. С ней и жить легче. Она помогает сохранить душу чистой, защитить ее от всякого зла, правильно воспитать детей. А значит, помочь и духовному возрождению России. Инна Литвинова, Ирина Табулова, Дэвид Мамедов, Виктор Левченко. Агентство «Аринформ», Вести Алани.